Здравствуйте! С вами Светлана и начинается конкурс розыгрыш. Начинается он с 1 сентября по 22 сентября. Условия простые. Быть подписанным на мой канал, обязательно поставить пальчик вверх этому видео и поделиться им в соцсетях, и, конечно же, быть активным комментатором под моими видео. А призом будет 3 полотенца для лица, банная и практически 100 на 180 простыня. К нам курьер приезжал. Вот на такой машине привез нам посылочку. Только остановился не возле нашего подъезда, а возле третьего почему-то. Хотя адрес написан. Второй подъезд. Ошибся. Универсальчик белый. Светлана что-то из посуды заказывала. Сегодня обязательно снимем и покажем вам. Очень любит Светлана посуду. В интернете легко и просто заказывать. Всё, поехал. Курьер принёс мой заказ, посылку. Но, девочки, доставка была компанией ДПД. Не знаю, я такой компании никогда ещё транспортной не получала посылки. Смотрите, сразу хочу отметить вмятина. Видите на коробке? Но там стекло. И написано осторожно, стекло. И вот такая вот вмятина, помятость. Но я надеюсь, производитель... Не производитель, а отправщик, кто мне отправлял посылку, хорошо упаковал. Я не просто надеюсь, а я знаю об этом. Давайте посмотрим, не разбилось ли чего. Пупырки много. Здесь у нас чайник и молочник. И давайте посмотрим, не разбили ли нам. Нет, ничего, всё хорошо. Ничего не разбито. У нас завтрак. Дальневосточные бутерброды. Мы их так назвали. Я не знаю, как они по-настоящему называются. Но когда мы были на Дальнем Востоке, мы делали себе вот такие вот бутерброды. И я их назвала Дальневосточные. Александр делает, что у нас здесь, кофе. Кофе будет у нас с топлёным молоком. Ну и, конечно же, наверное, с мороженым, да? Конечно, а как же без мороженого? Так. Ну, а здесь я сейчас переверну. Где у меня лопатка? Дайте мне лопаточку. Рукой не дотянусь. Ага. Нужно сделать выемку в батоне. В эту выемку поместить яйцо. Дать ему немножечко совсем обжариться. Потом переворачиваем. Я не вижу, что я снимаю. Но не важно. Главное... Это поджарить. Вот неудобно, когда Александр мне не помогает. Но Александр мне помогает. Он делает кофе. Так. Теперь с этой стороны мы обязательно тоже немного солим. Прям чуть-чуть. И сейчас Александр меня возьмет в руки камеру. И завершающий момент в этом бутерброде. Момент. И завершающий момент в этом бутерброде. Это будет сыр. Сыр можно взять любой. Вот у меня какой есть, такой я и кладу. А у меня есть такой вот слайдер. Вот так. Смотрите. Практически все. Да? И буквально на секунду мы накрываем. Чтобы этот сыр прям вот расплавился по бутерброду. У кого нет сыра, можно без сыра. Потому что мы иногда, если у нас нет сыра, мы сыр не кладем. От этого эти бутерброды не становятся менее вкусными. Да? Вот. Посмотрите, какая красота. Я вам всем советую. Приобрести я очень долго хотела. Меня очень давно просили показать и рассказать, где я покупала ту знаменитую тарелку. Но это у меня уже вторая тарелка. Потому что ту тарелку я покупала на другом сайте, которую я вам показывала ранее. Ее я подарила. Ну и не смогла же я остаться без тарелочки воришек. Поэтому я заказала на сайте тарелку воришки. А потом вот заказала еще чайник и сливочник. Ммм. Ну, красавица. Знаете, как удобно его вот... Ну, ручки же здесь нет. Мы берем за ушки. Это практически ручка. Поэтому и ничего не оторвется. Все замечательно. Так. Сейчас мы открываем. Это такой момент. Хоп-па! Все. Можно накладывать на тарелочки. Где у меня тарелочки? Где тарелочки? А ну, где у нас тарелочки? И не даем зажариваться долго. Прямо, знаете, все быстро-быстро-быстро. Потому что яйцо должно быть такое, знаете, не зажаренное сильно. И, конечно же, всем приятного аппетита! Сегодня выходной день. У нас пришли к фонтану. Здесь сразу свежо. Погода-то жаркая в Саратове. А здесь от воды прям прохлада. По вечерам он здесь с подсветкой. А сейчас просто нам на радость. В выходной день у нас сегодня гуляем. Сейчас надо будет зайти туда-нибудь мороженое поесть. Мороженое-то будем есть? Будем. Будем. Разве когда откажется? Кафешек много открытых? Не знаю, слышно будет, не знаю, нет. Но села я на лавочку. Здесь очень красиво расположены лавочки. И удобно. Прямо с видом на фонтан. Сегодня прекрасный день. Солнце. 29 градусов у нас в Саратове. Я Александра попросила купить мороженое. Вернее, как я попросила? Он мне сам предложил, Горсветлан. Будем мороженое? Будем. Вот когда женщина откажется от мороженого? Никогда. Всеми любимые саратовцами фонтан. Но это не один у нас в Саратове фонтан. Фонтанов много, так как у нас город расположен на реке Волга. Поэтому фонтанов в Саратове много. За что я люблю Саратов? Это за то, что здесь много фонтанов, много роз. Розы большие, крупные. О, посмотрите, какая красота. Прямо супер. Много фотографируются людей. Были мы в Питере, там, конечно, фонтаны другие. Девочки из Питера, всем привет. Но, конечно, питерские фонтаны, это, ну, это просто сногсшибательно. Я не помню, снимала я или нет Питер. Может, не снимала? Не помню, девочки. Наверное, нет. Когда мы ездили туда на фонтаны, на закрытие фонтанов. Перед тем, как к нам приезжать, был сильный дождь в Питере. А как раз вот мы приехали, мы ездили на автобусе с Твери. Мы приезжали, и солнце, вот такое, как сейчас солнце. Вот Александр там покупает мороженое, расплачивается. Не знаю, какое он мне купит. Я думаю, возьмет, наверное, клубнику. Вот проверим вкус. Знает ли вкус муж жены своей, любимой. Девочки, ну, посмотрите, ну, не красота ли это, а? Ну, не красота ли это? Конечно же, Тверь не менее красивый город. Но он не родной мне. А вот Саратов, каждая улочка, каждый цветочек, листочек, лепесточек, он мне родной. Вода в фонтане чистая, посмотрите, все почистили. Красота! Мы сидим как раз перед центральным таким выходом воды. Прям здорово. Так, ну, где у нас, Александр? Так. У нас будет мороженое. А с чем взял? Кореновку. С чем? Ну, тебе обычную пломбир, а мне шоколадную. Девочки, я проиграл. Я проиграл. Я сказала, что ты клубнику посмотришь. А кореновка не бывает клубничной. Ну, я не знаю, я думал, ты возьмешь этот рожок такой. А, нет. Хреновка. Тогда всем приятного аппетита, всем по мороженому и хорошему настроению. Саш, я съела мороженое сходящим? Нет. Саш, что вкусно? Два подряд нельзя. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас часик посидим? Нет, ты что, часик на солнце? Ну, полчасика. Вот сидим сейчас, да, никого нет. Вообще сейчас никого нет. И вот кайф. Есть время, чтобы вот так вот посидеть. Понаслаждаться теплом. Опа, исчез. Куда он исчез? Зато вот эти маленькие фонтанчики появились. С одной стороны и с другой стороны. А, увеличиваются вот эти вот струечки, увеличиваются. И сейчас что-то будет красивое. Там маленькие фонтанчики. Люблю наш фонтан, люблю. Я еще вам покажу несколько фонтанов в городе Саратове. Тоже неплохие. Симпатичные. И вот солнце светит, да? 30 градусов. И вообще даже около фонтана это не ощущается. Ну, с мороженым. Александра мне покупает мороженое. Наверное, себе не будет брать. А мне понравилась. У меня сегодня разгрузка. Но сейчас я съем два мороженое. Одно съела и одно закушаю сейчас. Классно. У нас открылись уже все кафе. Все кафе открылись. Можно заходить вовнутрь и с удовольствием завтракать, обедать. Можно даже ужинать. Мы как-то не ужинаем. Мы обедали в кафе, завтракали в кафе. Где же девочка-мальчика? Начинается процесс поглощения. Очень переноска вкусная. Вот кто не пробовал, попробуй, девочка. Выглядит она вот так вот. Переноска эта. Да-да, когда едем в Адлер отдыхать в Сочи. Проезжала. Да, на станции есть. И там все время покупаем. Вроде бы стаканчик. Обычный. О, по чем оно мороженое, я не знаю. Здесь 65. Но вкус специфический. Уличная продажа цветов. Вы посмотрите, какая питунья. Какая красота. Здесь астры. Герани. Беленькие. Посмотрите, какие красавицы. Гвоздика. Аромат какой. Прям ампельная спускается до того красавица. Говорит, ее так ампельно можно и размножать. Герань. Вот герань ампельную я не видела, девочки, ни разу. Посмотрите. Она спускается вниз прям. Там тоже герани. Лаванда, кстати. Это черенки. Розы. Лаванда. Белые розы. Тоже на черенкование сделали. Ой, какая красота. Просто шик. Зашли мы в отдел для животных. Посмотрите, какая красота. Продается одежда для собак. Платье. Единорог. Ну, а что, прикольно одеть собачку, красиво. Так, это для мальчиков. Сейчас мы достанем вот такой вот костюмчик. Я свою еще пока не одевала в такие красивые. У нас есть костюм Adidas. Вот такие вот костюмчики вязаные. Ну, если что, у нас Надежда свяжет. Но у нас есть вязаные, правда, розовенький костюмчик. Так, здесь вот для крупных собак поводок рулетка 473. Мятный и зеленый цвет. Ошейники. Серьезные ошейники. 288. Игрушка для кошек. И вот такие вот шлейки для выгула кошек. Не удивляйтесь, кошек тоже выгуливают. Корм для рыбок различный. У меня у сестры есть рыбки. Она покупает корм для хомячков, для грызунов с фруктами, без фруктов. Все, что угодно. Переноски различные. Расчески, игрушки, погремушки. Вот, кстати, пакет для выгула собак. Ну, когда собака гуляет, она делает свои дела. И вот этим пакетами можно убирать. 39. Ну, я покупала обычные для завтраков. Товар для животных. Так, это что у нас здесь? Влажные салфетки. Лапки вытирать. Шампуни. Давайте посмотрим. Нет, это спрей. Универсальный или предатор запаха для туалета. Не знаю, у нас никто ничем не пахнет, поэтому нам не надо. 179. Различные вкусняшки, жевательные колбаски для кошек. Очень много для кошек всякое всячное. Так, корм для собак. Вот мы пришли. Так, есть наш. Наш есть корм. А вот таким, кстати, мы еще не кормили, да? Не покупали такой ни разу. Мы как-то придерживаемся одного корма. Покупаем только один. Вот такой вот корм, допустим, я вам не советую. Ни чапи, ни такой. Потому что очень дешевый корм – это здоровье собаки все-таки, как-никак. Правильно? Вот Дарлинг мы покупали. Очень даже хорошо едят. Вот такой мы не брали. Не знаю. Так, ну и мы берем, как я уже вам показывала, вот такие вот корма. Здесь у нас полтора килограмма. 319. Чуть поменьше у нас 169. 319. И чем они отличаются? Здесь с добавлением курицы и рисом, а здесь с индейкой, с лососем. Ну, мы сейчас что-нибудь выберем.